Ну а сегодня я хочу вам посоветовать один очень неплохой канальчик. На этом канале вы можете увидеть монтажи и просто видео по таким играм, как Warframe, Fortnite, Лига Легенд и много еще чего. Ныряй к ним на дно, здесь весьма неплохо. Здравствуйте, мои дорогие любители игр. Сегодня у меня на канале опять же выпуск по очередной лего игрушке. И на этот раз это будет Lego Star Wars 3 The Clone Wars и сюжет, который основан на первых двух сезонах компьютерного одноименного мультсериала. Ну и давайте не будем затягивать с разговорами, а сразу же будем переходить к просмотру того, что же мне удалось отыскать в этой замечательной игре. Приступим. В одной из миссий нашим героям придется спуститься в подземелье и столкнуться лицом к лицу с королевой подземных существ, которая очень сильно своим видом напоминает матку чужих. Из одноименной серии фильмов о агрессивных инопланетных ксеноморфах. И да, еще один намек на эту фантастическую серию ужастиков, это стоящий рядом с местом нахождения королевы экзоскелет-погрузчика, с помощью которого в фильме лейтенанту Рипли удалось расправиться с маткой, выбросив ее в открытый космос. Кстати, в игре нам даже дадут им попользоваться и ощутить всю его мощь. Для сбора очередной канистры, нужной для стопроцентного прохождения, нам предстоит накачать автоматическим насосом воздушные шары, которые перед нами будут появляться в форме головы Дарта Вейдера. Как такое вообще могло произойти? Ведь по сюжету мы играем еще за юного Энакина Скайуокера, который еще даже не перешел на темную сторону. И попросту существование этого злодея просто-напросто тут невозможно. Да, кстати, и на космических кораблях, также в одном из бассейнов, можно найти игрушку, опять же в форме головы. Да и на поле боя, забравшись на гору, мы встретим подобную пасхалку, но уже намного больших размеров. По прохождению игры, нам можно будет воспользоваться одним необычным инопланетным аппаратом, летающей тарелкой, самой что ни на есть классической формы, которую мы с вами привыкли видеть на различных изображениях пришельцев. Но откуда она тут-то взялась во вселенной Звездных Войн, ведь тут корабли как раз более воинственного и подходящего вида. А вот на таком средстве передвижения наши герои, как мне кажется, будут чувствовать себя немного некомфортно. Рассматривая очередную кат-сцену между миссиями, мне удалось увидеть, что Энакин Скайуокер будет внимательно читать какой-то журнал, на обложке которого красуется изображение сцены гонок на подах, в которых, кстати, также участвовал и сам Энни, еще в совсем юном возрасте. Видимо, он до сих пор интересуется подобным видом межгалактического спорта. Попав в очередную таинственную локацию, героям предстоит немного расслабиться перед добычей очередного трофея в виде канистры и поиграть в любимый многими боулинг. Только вот тут одно но. Вместо кеглей на дорожках будут стоять боевые дроиды, да избивать нам придется тоже механическими персонажами, покрытыми защитными силовыми щитами. Забравшись в одно секретное местечко с колбами в центре, мы увидим, что спрятаны в них герои из другой лего игры. Лего Бэтмен. И это снеговик, приспешник мистера Фриза и женщина-кошка, только почему-то не в классическом черном, а в гламурном розовом одеянии. Направив лазер в одной локации на зеркальный шар, подвешенный под потолком, мы с вами организуем небольшую дискотеку, во время которой под веселую музыку на танцпол выскочит огромный инопланетный монстр и пустится в безудержный пляс, профессионально двигая подзвуки своими длиннющими конечностями. Попав в огромную библиотеку, нам нужно будет достать из заднего стеллажа с книгами канистру, и как только нам его удастся отодвинуть в сторону, мы тут же увидим, что за ним скрывалось помимо этого трофея. Тут перед нами предстанут сам знаменитый археолог и искатель гробниц Индиана Джонс и его отец, и окажутся они не в лучшем положении, так как будут привязаны к стулу, повторяя сцену из фильма о приключениях Инди. Как же все-таки создатели лего-игр любят вставлять Джонса в свои творения в качестве пасхалки? Да, это не все отсылки к Индиане Джонсу. Зайдя в одно секретное местечко, мы окажемся в подземелье душ, в котором как раз ранее побывал и великий авантюрист в первом своем фильме. Тут, кстати, на вешалке даже висит его головной убор, та самая знаменитая шляпа. А вот разгадав все загадки, перед нами из земли покажется золотой ковчег завета, за которым Инди охотился в фильме «Храм судьбы». Но и это, как оказывается, не все пасхалки, связанные с Джонсом. В одном из помещений огромного космического крейсера, нам можно будет выдвинуть из потолка огромный экран, и нажав на рычаг справа от него запустить видеоигру, где мы, что очень, конечно, странно смотрится, будем управлять как раз смелым искателем приключений, и с помощью одной единственной кнопки помочь ему преодолеть все препятствия. Ну а на сегодня это последняя пасхалка, и поэтому я буду заканчивать. А кому понравился выпуск, не забудьте поставить под ним лайк и поделиться со своими друзьями. А также, чтобы не пропускать следующее видео, скорее подписывайтесь на мой канал и нажимайте значок колокольчика. Ну а на этом все, до скорой встречи, мои дорогие друзья, пока!